Администрация Зеленского отвергла предложение партнера президента по языку Украина, бывшая СССР. 14.52.31 мая 2019 администрация Зеленского отвергла предложение партнера президента по языку. Фото. Глеб Горанич. Ройтез. Администрация президента, АП, Украины не разделяет мнение совладельца студии квартал 95 Бориса Шефира, который высказался за отмену закона об украинском языке. Об этом сообщает BBC Украина. Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и администрации президента, заявили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, что Шефир не является должностным лицом, представителем партии «Слуга народа» или советником президента Украины. С момента вступления Владимира Зеленского в должность Бориса Шефир не общался с главой государства, добавили в АП. Ранее 31 мая спикер Верховной Рады Андрей Порубий заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому отменить принятые парламентом законы о языке и декоммунизации. По его словам, команда президента говорит о возможной отмене этих документов. При этом политик не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь. Также Порубий пообещал команде Зеленского горящую землю под ногами. 30 мая Борис Шефир в интервью «Детектор Мидия» заявил, что отмена закона о языке станет первым шагом на пути к прекращению войны в Донбассе. Также, по его мнению, предыдущая власть была заинтересована в войне, а с президентом России Владимиром Путиным можно договориться. 25 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Сразу после голосования спикер Рады Андрей Порубий подписал закон, позже он был подписан и уходящим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств. Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском. Братья Борис и Сергей Шефира являются совладельцами основанной Зеленским студии «Квартал 95», которая выпускает на Украине юмористические шоу. После избрания на пост президента Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. По словам Сергея Шефира, глава государства продолжит получать дивиденды от работы компании. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.